В часе езды от Рима, между Римом и Флоренцией, находится долина, занесенная ЮНЕСКО в список достояния человечества. Называется она Валь Дорча. Там снимали фильм «Гладиатор». Помните эти знаменитые кадры? Полководец Максимус представляет, что он вернулся на свои земли, что он идет, ощущает пшеницу. Я всегда хотела поехать и найти эти поля. Фильм «Гладиатор» снимали около Пьенцы в Вальдорче. И когда шли съемки, наверняка эти поля выглядели вот так. Я снимала эти кадры в июне, когда уже пшеница была высокая, когда поля были наполнены созревшими злаками. Было великолепнейшее зрелище. А в сентябре долина выглядит уже вот так. Весь урожай собран, землю перепахали тракторами, и мы можем видеть бескрайние поля, и между ними прекрасные рощицы. Пейзажи, которые здесь видит путешественник, достойны кисти величайших художников. И действительно, величайшие художники приезжали сюда, чтобы запечатлеть. А сам городок Пьенцы знаменит тем, что в нем делают самые вкусные сыры, овечьи выдержанные, и колбаски из диких кабанчиков, которые бегают в этих землях. В список ЮНЕСКО занесена эта земля, потому что здесь удалось сохранить природные ландшафты. Смотрите, вот так выглядит традиционный тосканский дом и приусадебный участок, хозяйство при этом доме. Все сложено из камня, потому что рядом находится вулкан Монте-Амиата, и камня тут нет недостатка. А еще 30 тысяч лет назад здесь было дно моря, и поэтому здесь удивительная плодородная земля. Вулкан плюс илистые отложения дна моря создали благоприятнейшие условия для выращивания различных сельскохозяйственных культур. А люди сумели не испортить то, что им дала природа. В этой долине очень часто можно увидеть, что путешественники не в состоянии проехать мимо такой красоты, останавливаются на обочине и начинают фотографировать, либо просто стоят и наслаждаются открывающимися пейзажами. Вот, пейзаж достойный просто полотна какого-либо художника. А это просто маленький-маленький кусочек этой долины, долины Вальдорча. Так ее назвали, потому что в долине протекает речка Орча. Городочек Санквирико-Дорча ведет свое начало вообще с эпохи этрусков, которые тут жили. Этруски, конечно, молодцы, выбрали самые плодородные, самые лучшие земли в этой зоне. Городок выглядит сейчас точно так же, как и 500 лет назад. Поэтому можно представить, что и 500 лет назад здесь были сады возрождения, здесь были дома, сложенные из камня, здесь была стена, окружающая город Рим, и здесь была мостовая с брусчаткой. Зайдем в один маленький дворик и полюбуемся, как же выглядят внутренние дворики домов, которые выходят на главную улицу. А город состоит практически из одной главной улицы и прилегающих домов. Видите, брусчатка, лавочки, красиво сложенные из камней дома, колодец, лесенка на второй этаж, маленький грузовичок и везде цветы.